Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Семья Бровченко. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube канал и присоединяйтесь к Telegram-чату. Ссылка в описании. Вы знаете, когда я увидела, что Боря Маленький принес Тане две свои поделки, картонные, два сердечка, сразу вспомнились слова классика. Бывало, он еще в постели, ему записочки несут. Такая же ситуация и тут. Вот. Таня еще не проснулась толком, еще лежит в своей постели. И тут Боря Маленький приходит, эти вот два сердечка картонных ей дарит. И Таня говорит, ты его обделал? Да, Таня, обделал. Именно так. Почему сказать, ты его оформил, как-то там скотчем, да, края залепил. Ну и, конечно, Таня отправила на доработку эти самые произведения искусства. Но их надо еще как-то в свете оформить, да, то есть закрасить одну сторону одним цветом, другую сторону другим цветом. Ну что-то вроде того. Ну что сказать. Конечно, для семилетнего ребенка вырезать два сердечка, это не такой уж тяжкий труд. Тем более, эти два сердечка были не равносторонними. И не знаю я, почему как-то вот Боря не видит, что ли, что кривые они у него получились, откровенно кривые. Но, конечно, да, если он это все сам делал, если ему никто не подсказывал, то, конечно, он молодец. Хотя, в принципе, Таня должна была бы помочь ему. Помочь, рассказать, показать, как вырезать все равносторонние сердечки. Так сказать, лайфхак, как говорит Таня, да. Сказать, как нужно сложить лист бумаги для того, чтобы вырезать равностороннюю симметричную фигуру. Ну, а у Тани другая беда. У нее горло болит. Она эти сердечки отложила в сторону. И, конечно, своя рубашка ближе к телу, что называется, да. Она говорит о своих проблемах. Ей болит горло, леденец какой-то там рассосал, он ей не помогает. Думаю, Таня, пора брать тик-так. Ты же детей лечишь тик-таком. Почему ты сама тик-таком не лечишься? Попробуй, Таня, полечись тик-таком. Может быть, тебе и полегчает. Но Таня уже кто-то другой посоветовал полоскать горло содовым раствором. Но Таня ни разу об этом способе лечения больного горла не слышала. Поэтому будет пробовать. Я так думаю, о результатах она нам обязательно доложит. Все почему? Потому как Таня попила прохладный сок. О, как думаю. А дети твои давно пили сок? Любой, теплый, прохладный, холодный, неважно. В принципе, сок дети твои давно пили. Таня говорит, у нее тут вот в комнате есть место, где эти соки у нее складируются. И вот один сок стоял ночью у подоконника где-то, да? И да, он достаточно был прохладным. Но, тем не менее, Таня почему-то его все равно выпила. Ведь знает, что у нее горло больное. Чуть что, сразу хронический фаренгит у нее. И ей надо быть крайне осторожной с этим. Но нет, видите, не бережет себя. Пьет соки, несмотря ни на что. Прохладные соки пьет. Интересно, а у Бори в комнате тоже есть соки какие-то в тетропаковских упаковках? Или только у Тани в комнате все соки? Все соки дома саккумулированы в Таниной комнате. Но у Бори меня мало волнует Боря старше. В основном, конечно, дети. Имеют ли дети свободный доступ к этим самым сокам? Просто интересно. Думаю, что вряд ли. Вон, привезли какие-то фрукты непонятные. Непонятно какого качества и вида. Ешьте, дети. Какое-то яблоко, вон, зеленое Таня нам показывает, которое есть просто невозможно. Говорит, наверное, кислая. Таня, так ты сама попробуй, чтобы ты знала, какое это яблоко. Говорит, вот не хотят есть такое яблоко, не хотят такое есть. Да на эти яблоки страшно смотреть. Не то, что есть. Неужели нельзя детям купить нормальных фруктов? Нормальных яблок, нормальных апельсинов, нормальных мандаринов, нормальных бананов. Ну, неужели нельзя нормальных? А не тех, которые вот-вот и совсем скоро сгниют. Пришел именно заказ от Фаберлик и посылка от подписчиков. Ну что ж, Таня говорит по ссылке от подписчиков, конечно, в отдельном видео разберем. Но я очень надеюсь на то, что Таня будет в более хорошем расположении духа, чем в прошлый раз, когда она распаковывала посылку от подписчицы. Таня была крайне зла, потому как все ей не подошло, все было ей не по нраву. Эти куртки какие-то большие были, и Таня показывала своим видом недовольства. И что-то еще там было не то, все было не так. В общем, да, посмотрим, что в этой посылке. И в каком расположении духа Таня будет делать распаковку. Но вот все равно мне интересно, кто те люди, которые им шлют посылки? Неужели они не видят отношения Тани к этим самым посылкам? Причем, кстати говоря, в той посылке, что Таня в прошлый раз нам показывала, еще были какие-то варежки, перчатки, какие-то шапочки, носочки, ну какая-то такая вот мелочевка, будем говорить, да? И Таня даже не показала нам это. Хотя, в принципе, дарителю было бы приятно, я думаю, если бы Таня показала бы и рассказала бы, что там им прислали. Но посмотрим, конечно, что в этот раз будет, и как именно Таня будет эту самую распаковку производить. Но вообще заказ делать в Фаберлик, вообще не имея денег, они плиту купили в кредит, что-то еще они там приобрели в кредит, да на них ипотека еще, и еще какие-то у них есть кредитные карты, которые надо закрыть. И как люди в таком финансовом положении, ахом, могут себе позволить заказать еще и что-то от компании Фаберлик? Так, просто непонятно, как это возможно. Или это какая-то рекламная акция? Возможно, Фаберлик им на обзор это все прислал. Но опять же, Таня, если это действительно обзор, да? Таня очень плохо этот обзор провела. Очень плохо она сделала этот обзор. И как-то непонятно. Вот так показала какую-то баночку, вытащила из коробки, снова в коробку положила. Опять показала. Ну, как-то непонятно абсолютно. Она не представила товар лицом. Так что, думаю, что все-таки Бровченко купили это все. Это не реклама. Опять же, откуда у них деньги? Правда, интересно? Может быть, на донаты купили? Ну, все может быть. Почему бы и нет? А возможно, правы зрители, которые пишут в Телеграме о том, что, в принципе, Бровченко могут приврать. И, скорее всего, у них все хорошо с финансами. Просто прибедняются, чтобы побольше людей открывало сундучки и доставало пяточки. И все, копилочку Бровченко, чтобы лилось. Боря старший был в городе. Купил в магазине баночки для анализов. И Таня счастлива. Всего то ли 9, то ли 10 рублей они стоят. Между тем, как где-то в аптеке, они стоят около 30 рублей. Ну да, конечно, экономия. А как мы помним, сэкономил, значит, заработал. Так что Бровченко заработали на баночках для анализа в очередной раз. Еще в этой посылке от Фаберлик был массажный набор для рук, ног и для пальчиков. И Таня, такая счастливая, говорит, металлические такие массажерчики. Такие вот остренькие, металлические. Замечательные. О, Таня, ты, наверное, забыла, что у тебя пучки. Ты, наверное, забыла, что у тебя кожа очень чувствительная. Ты, наверное, забыла, что к твоим ногам вообще нельзя прикасаться. На стриме она это заявила. Ребенку. По-моему, Тимофею она это сказала. Не трогай мои ноги. Говорит, сразу натирает там все. Там кожа очень нежная. Кожа рук очень нежная. Болит у нее кожа. И вдруг на тебе массажеры металлические, остренькие такие вот шарики для рук, для ног. Ой, Таня, там у тебя щелочки на ногах. Не боишься, что вот эти самые остренькие составляющие этих массажеров застрянут в твоих щелочках? Ой, не знаю, не знаю. А если тебе верить, то там у тебя еще и шерсть на ступнях. Почему? Потому как ты сказала, что пемзой надо вычесывать твои ступни. Так что, смотри, запутается в шерсти твоей этот самый массажер для ног. А еще, я когда увидела, думаю, как раз для Тани, для пальчиков такой вот массажер в виде колечка. Ну, что-то вроде, да. И на каждый пальчик надеваешь этот массажер, прокручивая как-то его, да, снимаешь, надеваешь, снимаешь. Вот, и таким образом массируешь пальчики. Таня в восторге. Таня, а как же твои пучки? А? Не боишься? Ведь будет еще больнее потом. Ой, Таня, Таня, побереги свои пучки. Эти массажеры точно не для тебя. Отдай детям. Отдай Боре-старшему. А тебе, ну, они просто противопоказаны. С твоими пучками, с твоими щелочками и с твоей сверхчувствительной кожей рук и ног. Купила Таня бомбочки для ванн. Говорит, хотела обыкновенное купить, а тут необыкновенное, необычное, с игрушкой внутри. Пять штучек. Ну, думаю, интересно. Наверное, на один прием ванны для каждого ребенка. Все. Как в армии, да? Черпак норма. Захочет еще раз принять в ванну ребенок с такой вот бомбочкой для ванн. Все, нельзя будет. Но если прям очень захочет второй раз принять в ванну с этим делом ребенок, то пусть покупает за свои карманные. Да, почему бы и нет. Наверное, именно так и рассуждала Таня, когда только пять этих самых бомбочек заказывала. Хотя бы десять заказала, чтобы на два раза каждому ребенку хватило. Нет, Таня, конечно, уникальная. Бальзамы для губ купили снова. Так быстро уже кончилась предыдущая партия бальзамов? Интересно, очень интересно. Так быстро я не думала, что закончится. Ну, ладно, Боря ездит на заказы, когда-никогда в городе появляется. Да, возможно, он пользуется этим делом. А дети? Куда они выходят? Да еще и так часто, чтобы у них закончился этот бальзам для губ. Скорее всего, потеряли уже предыдущие, поэтому пришлось заказать новый. Я мыслю именно так. Ну, как, ну, совсем недавно они брали эти самые бальзамы. Таблетки для посудомойки взяли. Ну, это нужно, да. И что меня порадовало, так это то, что у них животных передумали брать. Это Таня нам сказала, показывая нейтрализатор запаха от животных. Говорит, да, вот купили, но позже решили, что животных передумали брать. И тут же Таня говорит, ну, ничего, постоит это средство годик, ничего, мол, с ним не станет. Ага, думаю, значит, через годик все равно собираетесь взять. Это раз. Во-вторых, это видео, так сказать, консервы. Почему? Потому как Таня нас кормит сейчас консервами, видеоконсервами своими. А стрим, он был буквально вчера у них. И на стриме они говорили, что собираются брать животных. То есть они уже передумали передумывать. Потому как снова они говорят о животных. Это разно. Во-вторых, да, действительно. Таня только на год отложила эту идею приобретения животных. В любом случае, они возьмут животных, да. И возьмут не во имя, а вопреки. Не во имя любви к животным, со своей стороны, нет. Они возьмут этих животных вопреки желаниям их зрителей, так называемых хейтеров, то есть адекватных зрителей. Ну, потому как все мы знаем, чем закончилась история принца, например. Все мы помним Ириску, да, что с ней произошло, ну и так далее. Собачки у них были. Где эти все животные? Но Таня говорит, вот у них там, где они жили, в сосновом бару, когда что ли, да. Там, мол, травили животных. А ничего, что они принца оставили, произвол судьбы в Горохово оставили. И знали они об этом. Нельзя сказать, что принц просто выпрыгнул из машины. Он придумает что-нибудь, да. Или вот он куда-то ушел гулять, они его звали, звали, но так и не дозвались. Нет, они его просто с холодным сердцем, с каким-то таким вот расчетом холодным, просто оставили кошку. А сами собрали свои вещи и переехали вообще за, не знаю, сколько там километров от этого Горохова. А потом обвиняют соседей. Мол, соседи там где-то там были плохие и травили им животных. Ага, все плохие. Одни бровчинка хорошая. Кроме всего прочего, Таня в этом Фаберли взяла гель для стирки, кондиционер для стирки. Ну да, действительно, это нужно. Но посмотрим, как часто Таня будет действительно стирать вещи, используя этот гель, кондиционер и прочее. Пенка для ванн достает Таня этот флакон. И Боря маленький, который рядом тут находится, он как стал обниматься с этим флаконом. Это надо было видеть. Такая игра на камеру, такие вот неестественные эмоции, такая неестественная радость и восторг. Ну, такое ощущение, что он впервые в жизни, в принципе, видит пенку для ванн в этом самом флаконе. Ну, или просто Таня ему сказала изображать радость. Вот ребенок и старается изо всех сил. Кстати говоря, очень интересно. Вот Таня приобретает бомбочки для ванн, приобретает пену для ванн. А у них нет пробки для ванны, элементарно. Но Таня почему-то пробку называет крышечкой. Пробки нет. И будем надеяться на то, что действительно Боря, старший, как говорит Таня, поедет в город и купит эту самую пробку. Тут же Таня говорит, вот еще взяла тут кислородный отбеливатель, но никогда не брала. Как не брала? Ты даже делала обзор. Тебе присылали на рекламу. Ты делала обзор, ты рассказывала, как здорово отбеливаются кислородным отбеливателем носочки. Ну, было дело. И что в итоге? В итоге-то никогда не пользовалась. Ну, может быть, Таня имеет в виду, никогда в этой фирме она не брала кислородный отбеливатель. Может быть, это она имела в виду. А так, в принципе, она прекрасно знает, что это такое и как он действует. Ну, а Саша тем временем делает бутерброды. Для себя любимого, для Бори маленького и для Максима. Ну, Максиму он потом уже сделал бутерброды, когда Таня напомнила о том, что еще и Максимка есть. Вот, два бутерброда с черной икрой, имитация черной икры. Таня нам обязательно должна была уточнить что-то, имитация, да. Это не настоящее. Мы не настолько богаты, чтобы покупать настоящую икру. Она очень дорогая. Это имитация. Два бутерброда с огурцом и два бутерброда с колбасой. Ну, а Таня решила побыть хозяйкой и решила запечь маринованные заранее ребрышки. Ребрышки сама Таня не мариновала, но я их уже купила готовыми. Осталось только запечь. Боря купил два батона хлеба. Думаю, нормально так Боря же выпекает хлеб. Он так радовался. Он показывал, насколько хороша эта духовка, как здорово хлеб пропекается, равномерно, хорошо. Он чуть не обнимался с теми буханками того хлеба. И вдруг он покупает хлеб. И, кстати говоря, это уже не впервые. То он покупает хлеб с какими-то семенами в магазине. Сейчас он купил какие-то батоны, купил. Уж не знаю я, с чего это вдруг. Для чего тогда они выпекают хлеб, раз всё равно покупают? Сыр Боря купил, оливковое масло. Звёздочку купил, бальзам Звёздочка от головной боли Тани. И вроде как Таня надеется на то, что Звёздочка её вылечит. Ну что ж, будем надеяться. Пьёт Таня молоко. Пьёт Таня молоко из кружки, вот этой своей, железной. И говорит, меня пробило на молоко. Вот пробило её на молоко. И это речь взрослой тёти, мамы шестерых детей. Её пробило. Это вообще что-то с чем-то. Потом мы хотим, чтобы дети нормально разговаривали. Да никогда в жизни они нормально не будут говорить. Потому как они прекрасно слышат то, как говорит их мама. И вот Таня говорит, чашечку молока захотелось. Чашечку молока. Вы знаете, вот при словосочетании чашечка молока ассоциация возникает какой-то такой вот изысканной чашечки фарфоровой. С такой вот ручкой красивой. Такая вот форма чашки тоже необычная, возможно, какая-то. Ну, красота. Чашечка молока. А у Тани чашечка – это кружка. Такая вот железная кружка. Так что сказала бы Таня, кружка молока? Нет, чашечка. О, как. Аристократка Таня. Купил Боря, кроме обыкновенного сыра, ещё и плавленый сырок. И Таня говорит, вот долго она не заценивала плавленый сырок, а теперь вот заценила. Думаю, то её пробивает, то она заценила что-то. Ну, да. Её пробило, и она заценила. Ну, вот что-то вроде того. Я просто в шоке от того, как Таня общается, и от того, как она выражает свои мысли. Ну, а ещё в большем шоке я от того, что Таня называет своей работой. Оказывается, искать гифки – это работа. И она села поработать и поискать гифки, и видео монтировать. Прям работа – работа. Прям куча работы у неё за компьютером, как выразила Таня. Представляете? Бедная. Как она ещё не уработалась? Ну, молодец Таня. Превозмогает себя. Находит силы, с которыми можно было бы собраться. И всё-таки хоть что-то, но начинает делать по дому. И это не может не радовать. Ну, хотя бы голени запечёт, рёбрышки запечёт. Правда, неизвестно, поделится ли она этим всем с детьми. Если поделится, было бы здорово, если бы она это всё нам показала. Правда, то, как дети едят это всё. Ну, а там, конечно, посмотрим, что нам покажут бровщинка в следующих видео. А на этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok